Всем привет, ребята! Никто не ждал, но сегодня компания Huawei представила спорный, на мой взгляд, обновленный флагман, а именно P30 Pro новое издание. Самые главные фишки смартфона это производительное железо, девайс идет с установленным из коробки Google Play, аппарат также получил расширенные возможности съемки на основную камеру. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Внешне P30 Pro новое издание почти не отличается от прошлогодней модели. Есть одно но. Смартфон получил эксклюзивную расцветку корпуса. Серебряный мороз. Процессор новинки выступает достаточно мощный. Собственный процессор Kirin 980 при поддержке 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Huawei P30 Pro новое издание получил экран на 6,57 дюйма, который загнутый по бокам. Технология дисплея OLED. Что меня огорчило, это разрешение экрана, которое составляет всего Full HD+. На мой взгляд, во всех флагманах должно быть минимум 2К. Фронтальная камера на 32 мегапикселя разместилась в верхней части посередине в виде капли. В 2020 году это уже устарелая технология. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран данного смартфона. Итак, теперь поговорим о гордости компании Huawei. Это, конечно же, основная камера. Она полностью такая же, как и у оригинальной версии. Главный сенсор на 40 мегапиксель, 20 мегапиксель широкоугольная оптика и 8 мегапиксель телеобъектив. Где же отличия? А они все-таки есть. Кратность гибридного зума модуля выросла с 5х до 10х. И... и все, ребята, на этом отличие заканчивается. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Huawei P30 Pro новое издание получил из коробки сразу MUI 10.1 на базе Android 10. Аппарат в расцветках корпуса Серебряный Мороз, Аврора и Черный поступил в продажу в Германии по цене 750 евро. 750 евро, ребята, за новое издание всемогущего Huawei P30 Pro, на мой взгляд, не знаю, как оправдывает себя. Ведь, как вы видите, в основном Huawei P30 Pro покупает из-за возможностей основной камеры. Как мы видим, она тут точно такая же, но чуть-чуть изменилась. То есть, вместо 5х получили 10х. И все, ребята. Как мы знаем, сейчас Huawei P30 Pro упал в цене. И покупать обновленное издание я не вижу смысла вообще. Единственное, если вы хотите, не ходи с бубном и сразу получить Google Play, то действительно этот аппарат для вас. Тут сразу все установлено. Android 10, MUI новые и так далее. То есть, вы покупаете и никаких проблем вообще не испытываете. Сразу приходит у вас прошивочка новая. То есть, все обновляется автоматически. Вот это единственный вариант, который я вижу, если вы хотите купить данный смартфон за 750 евро. А так, действительно, аппарат получился весьма неплохой. Но, конечно же, цена достаточно кусается, на мой взгляд. Конечно, тут OLED-экран. Но разрешение Full HD+, на мой взгляд, это очень маленькое разрешение для флагмана 2020 года. Не знаю, напишите в комментариях, считаете ли вы Full HD+. Разрешение для флагмана, я думаю, нет, ребята. Ну что же, с вами был канал Техно Ом. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok